Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 23 марта. Я вот два дня не отвечала на вопросы своих зрителей. Сейчас накопилось очень-очень много вопросов. Сейчас быстро пройдемся. Просто я тут уже наметила, что на некоторые вопросы нужно отвечать сейчас, чтобы избежать дальнейшим ошибок при высадке. Сейчас мы настроим. Ну вот, это к старому видеокомментарию. А вот, смотрите, Надежда Верачева спрашивает. У меня вопрос. Вы при пикировке всю землю отряхиваете с росточка, то есть с корешка, чтобы проверить состояние корешка? Я отвечаю, да. Ну, по большей части я встряхиваю землю, чтобы посмотреть, хороший корень или нет. Но встряхивание земли не обязательно. Если растение, вы видите, по внешнему виду, если оно здоровое, крепкое, его можно, и многие так делают, прям с этим, ну как, с этим комочком грунта и вместе с корешком не встряхивая. Это не обязательно. У меня просто так получается. Я когда вытаскиваю, у меня грунт такой, как рыхлый, и он все равно сам по себе больше всего облетает. Так, вот про монгольского карлика, что там был за куток. Так, Алена Латышева спрашивает. Скажите, какая нужна лампа? Я уже много видеороликов снимала про лампу, и в прошлом году, в позапрошлом. Жаль, что многие люди не смотрят позапрошлые. У меня за год проходит весь цикл, весь, всех тем, и посмотрев видеоролики за один год, можно полностью все изучить. Я вот отвечаю, что у меня простые лампы дневного цвета, у меня есть и фитолампа, флора, но я, когда я ей пользуюсь, когда не пользуюсь, никакой разницы я не вижу. Вот опять это видео о пикировке томатов, основные ошибки. Марина пишет, а я все ждала, когда она начнет пикировать. Я отвечаю, она начала пикировать в следующем видео. Марина, вы читайте описание к видео, или внимательно читайте название видео. Тут написано о пикировке томатов, тире основные ошибки. То есть в этом видео я перечислила все основные ошибки, которые ожидают вас при пикировке, а в следующем видео я показала свою пикировку. В одном видео перечислить все теоретические ошибки и показать саму пикировку просто невозможно, это будет очень длинно. И кому-то сам процесс пикировки не нужен, он хочет послушать только про ошибки, а кому-то наоборот. Нужно посмотреть только пикировку, а перечисление ошибок не нужно, поэтому я разделяю эту тему. Нужно читать описание к видео. Если бы вы прошли, вы бы поняли, что тут не сам процесс пикировки, а основные ошибки. Тут написано о пикировке, а не пикировка. Так. Вот Елена говорит, что у нее в тепличке ставят свечки на ночь в рассаде. Еще она говорит, что всегда в конце марта на мой день рождения минусовая температура. Он наблюдает уже не один год. Ванда пишет, что мое предположение, что надо брать свои семена, они более адаптированы к погодным условиям, к почве, и с каждым днем растяжки все сильнее и сильнее. Да, я об этом уже не раз говорила, что семена, которые вы собираете на своем участке, через год будут уже более приспособлены к вашим погодным условиям, а через 2-3 года это будут прям томаты, которые специально заточены под ваш грунт, под ваш климат, под ваш уход. Ход про москвича, маленький герой. Людмила Крутикова пишет, снежку накидать в бочки. Ой, мне без этого хватает работы, еще снег в бочки кидать. Я, конечно, это не буду. У меня нынче проблема, рука одна почти не работает, мне еще кидать снег в бочки. Это такой подвиг я не осилю. Вот Лариса Синянская, я хочу даже отдельное видео снять, на это Тёма пишет. Оля, здравствуйте, а в открытом грунте тоже расстояние 30 см для низкорослых? Сибирская тройка и 40 см для среднеспелых. Ну где вы видели, чтобы я называла, что я сибирскую тройку через 30 см выращиваю? Не сибирскую тройку, не петрушу огородника, вот такие лохматые, лопушистые томаты я через 30 см не высаживаю ни в теплице, ни в открытом грунте. Об этом я поговорю отдельно. А петрушу огородника я вообще в теплицу не высаживаю, потому что он там превращается в огромную пальму. Валентина Тарабанова спрашивает очередной вопрос про опыление томатов, что помидоры разных сортов, высаженные вместе в одной теплице, разве не переопыляются? Нет, они не переопыляются, потому что они самоопыляющиеся, и каждый цветок томата опыляет только сам себя. Другие цветки он не опыляет. Так, вот смотрите, Ирина Борисова спрашивает, помогите начинающему огороднику. Попав на этот канал, я поняла, что залог хорошего урожая это грунт. Случилось так, что мои томатики побаили в бедненькую почву, земля зола, короче, так, так, так. Может, их нужно подкормить, что посоветуете? Но если бы вы посмотрели, прям буквально два дня назад, я показывала, нужна ли подкормка, чем можно подкормить, я вам сейчас, если найду ссылку сюда, поставлю ссылку. Ну, только что разговор про это шел, я сейчас не буду даже про это говорить. Подкормить можно хоть чем, просто вам нужно выбрать. Вот опять томаты толстенькие, вы их чем-нибудь удобряли? Ничем не удобряла, ничем не подкармливала. И вот Марина Студенникова, и очень-очень многие, когда видят вот эти толстоногие сорта, почему-то все думают, что это результат моих многократных удобрений и подкормок. Но кто со мной уже на протяжении долгого времени, они знают, что я не сторонник вот этих удобрений, рассаду. Из-за того, что у меня большое количество, у меня даже нет возможности ее подкормить, потому что это по времени сложно. И вообще, если сделать хороший грунт, рассаду можно не удобрять до высадки в открытый грунт на постоянное место, что я и делаю. А то, что они толстенькие, такие хорошенькие, это не моя заслуга, тут не хозяйка виновата. Это у них сортовые характеристики. Характеристики такие. У них толстый стволик, у них мясистые листики. Вот Галина Корчуганова пишет, Ольга Павловна, вы так рано высаживаете, почему не купить печь длительного горения? Цена 12-15 тысяч, заложили дрова, горит 8 часов, дрова дешевле. Но знаете, тут каждый выбирает свое. Мне уже сейчас, в моем возрасте, не так важно дешевле или дороже, как важно это мои трудозатраты. С печкой все-таки нужно заготавливать эти дрова, таскать туда, топить. И это все лишнее, которое мне иногда уже и не под силу. Так что мне, а что за дрова платить, и за печку, если все это посчитать, может быть оно то, на то и выходит. Правильно пишут, что не факт, что дрова дешевле, и печь, и дрова, если сложить все, то может быть электроэнергия выйдет и дешевле. Но мне сейчас, вот я стою на пороге 60-летия, я уже продумываю все так, чтобы было легче физически, и это самое главное. А топка печки, она все равно сопряжена с какими-то, с лишними вот этими трудозатратами, с телодвижениями. Включить электроэнергию все равно проще. Сколько метров теплица? 3 на 8, каждый раз говорю. Вот Ирина пишет, только, Павловна, на следующей неделе будет до минус 25. Я это знаю, и я уже, вот сегодня сняла видео, из которого вы поймете, что они у меня там были только на адаптации, я знаю об этом периоде похолодания, и что в этот период они будут сидеть у меня дома. А потом, как только через 4 дня потеплеет, я сразу же их вынесу. Вот еще одна учительница у меня нашлась, Екатерина. Надо изложить кратко и четко. Слушаюсь, Екатерина. Так и буду делать. А лучше, наверное, вы снимайте видео кратко и четко, а я буду снимать. Ну так, как я могу. Я не кратко и четко, я люблю очень подробно, со всеми подробностями, до мелочей. Так, Галина Лось. Я так ждала действия, в результате только слова, хотя они и значимые. Как поступать с рассадой, черед для выращивания, еще и Галини Лось. Хочу сказать, что в следующем видео действия, а это видео, если бы вы прочитали описание, тут написано о пикировке, основные ошибки. Тут перечислены именно основные ошибки, как раз вот эти значимые, а в следующем будет действие. Скажите, какая температура у вас ночью в теплице и на улице? Спасибо. Говорю об этом каждый день. Не знаю, если про... Так. Ну, тут про бутыли с горячей водой. Нет, я не пробовала, потому что носить очень тяжело. Вот эта теплица у нас далековато. Вы видели, что у меня и так проходить проблемно воду таскать. Это тоже очень хороший способ, но я почему-то не... Надо много емкостей. Светлана Каурова пишет. Оля, у перцев опять в серединке листья 5-6. Почему-то кучерявые, тоже не знаю, что с ними, но не у всех перцев. Ну, я вот сегодня показывала, что я опрыскиваю янтарной кислотой от стресса. У меня тоже у некоторых баклажанов и перцев листья немножко как бы... Ну, они не кучерявые, конечно, но как бы немного вот как опять в кулачки сжимаются. У нас сухость невероятная. Жара дома. Им эти условия не очень хорошие. Вот я делаю антистрессовое опрыскивание. Посмотрите. Ну, уже выйдет к тому времени уже видео. Посмотрите. Возможно, вам это поможет или витаминный коктейль спрыснуть, или вот эта янтарная кислота, эпин. Яков Геннадьевич спрашивает, чем отапливаете? Яку... А, это не Яков Геннадьевич, наверное. Я купила обогреватель Балу, но что-то тепла от него сильно нет. Про обогрев теплиц я тоже все рассказывала. И в рамках вот этого видео я не могу опять все повторять. У меня инфракрасные обогреватели. Теперь уже и обогрев грунта в одной из теплиц. Еще очень много вот таких комментариев о предполагаемом подмерзании, замерзании рассады. Я хочу свою позицию выразить, высказать, чтобы люди понимали, потому что одно и то же спрашивают почти в каждом видеоролике. Вот сегодня Людмила Черемных написала «Оля, холодно томатиком, жалко, мерзнут бедненькие, не боитесь, а вдруг как в прошлом году у вас подмерзнут?» Но вы, Люда, не забывайте, что в прошлом году у меня в апреле они подмерзли, которые вот в теплице, потому что штекер отошел. Ну вот это. А демидов подмерзли уже в мае в открытом грунте. У нас могут подмерзнуть и в июне. Подмерзнуть в сибирском регионе могут в любой месяц. Это неважно. Или в марте, или в апреле, или в мае, или в июне. Сейчас на протяжении четырех месяцев могут подмерзнуть в любой период. И если бояться этого, то надо высаживать, значит, после 10 июня. Но вы знаете, что я принадлежу к другим огородникам, к той многочисленной группе, а может быть, наоборот, малочисленной, которая любит рисковать, которая не хочет высаживать после 10 июня, а есть в августе или даже в сентябре томаты, вот если крупноплодные, которые рискуют, которые хлопочут, которые таскаются со своими дугами, пленками, которые делают все для того, чтобы посеять пораньше, получить урожай пораньше. Вот Надежда Уткова или Уткова, не знаю, пишет, что... Ну что, я ее поддерживаю. Дальше я где-то про этого, про разведчика ищу. Вот пишет Тимун Баев, что в Курганской области минус 13 ночи, у нас эта ночь тоже будет очень холодная. Следующая. Надежда Красикова пишет, когда у меня был участок маленький, я всегда часть томатов оставляла в теплице во время таких похолоданий, под укрывным два слоя и пленкой. Обогревателей не было, хватало этого. Оставьте, пожалуйста, разведчиков в теплице. Этот опыт, думаю, будет бесценным. Да, кстати, а я забыла про разведчика, я сегодня же хотела вынести их домой. Надо все-таки разведчика, опять того же, по кличке Москвич, оставить в теплице. И вот, пишет Наташа Васильева на эту же тему, что посмотрела погоду в прошлые годы у вас бывает в апреле до минус 10. Стоит ли рисковать? Ведь у вас уже был опыт, что померзли томаты. Именно вот про это я и говорю. И в апреле минус 10 бывает, я и отвечаю, что бывает и в июне минус 7. У меня несколько лет назад, 7 лет назад, что ли, замерзли в теплице томаты в июне. То ли 7, то ли 6 июня, когда уже все думали, что теперь уже все безопасно, без риска, все повысаживали, у всех замерзли томаты. Так что, нас может пришпарить и прихлопнуть не только в марте, не только в апреле, не только в мае, но и в июне. Мы ни от чего не застрахованы. У нас вообще, сама по себе, вот эта зона рискованного земледелия, мы рискуем до самого конца. Если в июне нас могут прихлопнуть месенние заморозки, возвратные, то в сентябре уже первые, самые ранние заморозки на почву у нас бывают. Так что у нас июль и август, вот два безопасных месяца, но вы понимаете, что, я уже говорила, что если высадить в стандартные сроки, после 10 июня, это будет очень-очень поздно. Ну и на вопрос, какая необходимость так рано высаживать томаты, я, конечно, отвечать уже не буду, потому что сто раз говорила, недельки две подождать. Нам, если ждать безопасный период, нам не две недельки подождать, нам ждать март, нам ждать апрель, нам ждать март и нам ждать первую декаду июня. Это 3,5 месяца почти нам ждать. Это очень долго. За это время у меня уже здесь все вырастет. Так, вот сейчас несколько комментариев про перец прочитаю. Вот тут у нас Ирина Силко буквально недавно написала комментарий, ну, вероятно, не стоя ноги встала, пишет, перец зацветает, урожая не дает. Это очень ранняя посадка, радоваться нечему, не даст хорошего урожая. Ну, короче, все в негативном ключе. Ирина, я его буду высаживать в конце этой недели, так что радоваться мне есть к чему, он даст большой урожай. У меня не все такие ранние посадки, так что за меня не расстраивайтесь. И вот она дальше про 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 перевалку. Я просто для новичков сняла, что как узнать, когда переваливать, когда корневая система полностью и когда листья смыкаются. Она пишет, это не ваше правило, это всем известно. Ну, во-первых, если бы было всем известно, то у меня бы не спрашивали, как узнать, когда пора переваливать. Я говорю, это для начинающих. А вам, если вот свою эту капельку желчи некуда капнуть, вы пришли, капнули сюда, успокоились, наверное, ну, давайте идем дальше. Это, наверное, скорее всего, не с нашего огорода, девушка, потому что каждому комментарию, ой, к каждому видео старается написать комментарий такой ядовитый. И вот к одному видео даже два успела написать, но времени много у дамы. Вот. Вот пишут, тут еще пишут, что я в прошлом году была удивлена, на рынке продают рассаду в кассетах, менее 100 миллилитров, толстые, высокие деревья, здоровые стебли, отличный урожай, тут приходится по несколько раз переваливать, как у людей так получается. Я еще раз вам отвечу, и чтобы все знали, что обычно такую рассаду выращивают не в комнатных условиях, а в теплицах, где они находятся круглый день на солнце. я вот когда выращивала рассаду для продажи, и неправда, что она обязательно чем-то политая для утолщения, я ничем не поливала, потому что это усложняет процесс, удорожает, а я продавала очень дешево, я просто пикировала, так же, как томаты, пикировала в тоннеле, а перцы и баклажаны, прям один-два настоящих листика я пикировала сразу в теплицу, именно там, где постоянно солнечное, ну как солнце вот это, они делаются и коренастые, и не очень где тепло, они такие коренастые, зеленого цвета, и рассада вот в теплицах выращенная намного-много красивее, чем в домашних условиях, но это я уже повторяла не раз, что даже выносить, если на день, а заносить на ночь домой, это и то очень улучшает качество рассады. Вот как опрыскивать растения, пишет Татьяна Мистюряк, что я стараюсь с обратной стороны опрыскивать, но вот смотрите, рассаду очень сложно с обратной стороны опрыскивать, если особенно она сплошняком, я всегда поверху опрыскиваю. С обратной стороны нам специалисты рекомендуют опрыскивать в том случае, если мы опрыскиваем от заболеваний, например, от фитофторы, от кладоспориоза, а почему именно с обратной стороны? Потому что именно на обратной стороне сидят вот эти зловредные грибки патогенные, чтобы сразу им прям в лицо пшик, и чтобы они умирали. Ну, Света Удалова спрашивает, а зачем в марте садить помидоры в теплицу? Ну, очень странный вопрос, ну, чтобы росли. Вообще, конечно, если люди, которые смотрят постоянно, они уже знают, в курсе, зачем я высаживаю, потому что это специально, теплица с подогревом грунта, для получения раннего урожая, а человек вот так раз заскочит одной ногой, зайдет на канал, задаст вопрос и уйдет дальше. Зачем такие вопросы задают, я не знаю, мне кажется, что если посмотреть вот даже вчерашнее, позавчерашнее видео, уже становится ясно, почему, зачем рано я высаживаю, вообще меня этот вопрос удивляет и убивает, а вы зачем так рано сеете, а вы зачем так рано высаживаете, ну, ответ мне ведь напрашивается сам, ну, чтобы раньше покушать. Так, вот Людмила Черемных пишет, спасибо за урок, я неправильно опрыскивала, но вообще опрыскивать можно, конечно, хоть как, просто вот про эти капли, чтобы капли не скатывались, это классический такой, давно уже известный прием, что чем меньше капли, тем лучше они держатся на листьях и тем больше удачнее происходит опрыскивание. Вот пишет Лида Минулина, что у них температура понижения ожидается до минус 20, у нас тоже сегодня ночью, наверное, будет. Вот Анна Зуева, хочу прочитать, что слишком большие затраты электроэнергии на обогрев, томаты получаются дорогими по себестоимости, если, это если для себя, выведите еще и на продажу рассаду и томаты, на продажу рассаду и томаты, поэтому затраты оправдываются, я не могу с такими затратами позволить себе, поэтому всаживаю в конце апреля теплицу. Я вам вот для вашего сведения скажу, что томаты я никогда не продавала, томатов на продажу нет, и рассады на продажу у меня в этом году нет, и я вот ответила ей и написала, что теплицы вообще-то сами по себе они тоже дорогие, но многие идут на покупку теплицев, ну потому что хочется пораньше, у нас в сибирском регионе конечно хочется пораньше, и обогрев грунта устанавливают люди не только те, которые продают рассаду, как вы думаете, продают помидоры, есть просто для себя, а дорого или нет получается, это конечно, когда мы устанавливаем такие электрообогреватели, мы экономим уже, я вот например никогда днем не включаю верхний обогрев, вот эти инфракрасные обогреватели, потому что греет солнце, иногда греет солнце до такой степени, что даже хватает на ночь, а подогрев грунта, я как думаю, что я его сейчас вот включила, прогрела 3 дня, и все, а когда наступит теплая температура, вот дальше будет с 28 марта, там плюсовые будут ночные температуры, то конечно, я его не буду уже включать, я не настолько, как сказать, непрактичный человек, чтобы вот включить и мотать его, крутить, 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 это же все люди как-то подстраиваются, солнце нам в помощь очень хорошо помогает, пленки вот эти закрываем, укрывные материалы, не обязательно все на электроэнергии, я еще не считала, не знаю, но раз люди этим пользуются, значит это не такая цена, которая вообще убивает, вообще все дорого, жить дорого, дорого и умирать, похороны дорого, и свадьбу играть дорого, это же не значит, что люди должны отказаться от этого, хочется пораньше, вот пишут, мои баклажаны совсем дохленькие, сегодня распекировала, я вот хочу сказать несколько слов про баклажаны, баклажаны у меня всегда, вот раньше, первые годы, даже когда я выращивала рассаду, они всегда отставали от томатов и от перцев, по внешнему виду, по размеру, я их когда распекировала вот в теплицу, где я на доращивание до продажи, ну как люди приходили, я прям с теплицы их вырывала и продавала, они всегда после распекирую, они стояли всегда долго, стоят, 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 и каждый год меня посещала мысль, ну неужели в этом году они не вырастут, не тронутся, они потом, как только наступало тепло и вот солнце, они очень любят солнце, они же тепло любят, как только солнце наступало, в достаточном количестве было много солнечных, вот таких дней, они моментально, вот у них какой-то рывок был, и все равно они догоняли перцев, ну томаты конечно догнать невозможно, они очень быстро растут, но перцев, баклажаны тоже догнали, так что я думаю, что они у вас постоят, постоят дохленькие, как только вы ставите их на яркое солнце, в естественных условиях, они обязательно догонят, но это я так думаю. Наталья Черныш спрашивает, прилипатель или зеленое мыло, если добавить, ну я знаете, я в рассаду, когда рассаду опрыскиваю, я и опрыскиваю, это ее редко, и тем более ничего лишнего не добавляю, вот правильно вы пишете, или это будет лишнее, будет утяжелять, забивать дыхание листа, ответьте пожалуйста, я на рассаде ничего не добавляю лишнего, чтобы листики были чистенькие, мне кажется, даже зеленое мыло, хоть они, что оно, ну как, хоть некоторые и говорят, что его применять полезно, ничего не добавляю, никаких прилипателей, только вот водичка с этим, ну с цепином, или с янтаркой, или с чем-то. Вот про сибирский гроздевой спрашивает Марина Крабчак, что он в рассаде взошел, толстенький, маленький, может это пересорт, я в прошлом году сеяла сибирский гроздевой, но я его потеряла, в лотке они, упустила время, когда нужно было пикировать, они все перемешались там сорта, и я ничего про него не могу сказать, Лариса спрашивает, Оля молодец, что показала томатики, для старичков это не обязательно, ну а для новеньких это необходимо, уж бывает, что обманывают народ, ну в смысле говорят, что вот у меня там растут томаты под тряпкой, а там ничего нет, так я поняла, что на этом канале так, что нарастила, то и показала, от семечка на рассаду, до собранных семечек, ни одного брошенного слова на ветер, но это действительно, я не люблю зря говорить, если этого нет, и голословных не люблю слов, и я вот сегодня вспомнила, что да, действительно, может кто-то подумать, что я скажу, вот у меня там конец марта, у меня там стоят томаты, а тряпку если не приоткрою, то обязательно найдется тот, кто скажет, а что не показала, то может там ничего нету, просто люди сейчас такие, что может быть их часто обманывали, или что, не все сохраняют наивность, до самой старости, это у нас такой, знаете, как провинция, и у нас как-то меньше вот этих, обманутых, наверное, людей, а может меньше мошенничества, вот этого всего, люди простые, добродушные, поэтому, если я вот сказала, что там есть томаты, ну, это точно они там есть, если бы их там не было, я бы не говорила, так, вот Надежда Уткова, говорит, спасибо за подсказку, мучил вопрос, когда переваливать пирцы и баклажаны, вот опять про эту пикировку, о пикировке томатов, основные ошибки, человек, который неизвестна, женщина или мужчина, который называется АБЦ, пишет, слишком много слов, а где пикировка, ну, во-первых, здесь не написано было пикировка, тут написано, о пикировке томатов, основные ошибки, а следующее видео, называется, пикировка томатов, вот там именно пикировка, ну, я думаю, если слишком много слов, вы разве не умеете выключать, есть же кнопка стоп, ну, не нравится, ну, нажмите стоп, поедите на другой канал. Ну вот, пишет одна зрительница. К сожалению, извините, я не смогла прочитать. Не смогу, наверное, правильно прочитать. Мейрамкульдюсембаева. Извиняюсь, если неправильно. У меня дома на подоконнике поставила рассаду помидоры. Но помидоры, листы как-то непонятно. Как объяснит вам, не знаю, но как бы листья кружеваются или листы делятся, или дыры. Еще грунт верхний слой белый стал, как будто я туда соль насыпала. Грунт магазинский и не знаю, что делать. Смотрите, тут есть несколько видов. Я, конечно, не могу сказать, что у вас там. Может быть, вы переливаете, поэтому у вас вот эти и кружатся, они описают. Может быть, в грунте что-то. Сейчас у нас очень много продается грунтов не очень качественных. Верхний белый стал. Это, вероятно, засоленность почвы, скорее всего. И тут у меня вот прям хочется дать совет, но который вы, наверное, не сможете выполнить. Хочется дать совет. Пересадите свои томаты в нормальный домашний грунт, который приготовили сами. Ну, скорее всего, у вас его нет, потому что если бы был, вы бы не выращивали. Вот эту белизну, если это просто белизна, ее можно чуть-чуть прорыхлить. Если это белизна, как с плесенью, немножко заплесневелая, можно посыпать золой. Можно, лучше всего, если грунт влажный, лучше всего подержать какое-то время, чтобы земля просохла, и потом его полить каким-то дезинфектором. Вот я в своем случае обязательно полила бы привикуром. Но я больше чем уверена, что у вас его нет. Полейте тогда, ну, хотя бы каким-то раствором марганцовки или, ну, не знаю, заочно давать советы, это дело неблагодарное. Я боюсь ошибиться, боюсь лишнее вам сказать. Но, скорее всего, это и некачественный грунт, может быть, и переувлажнение. Из-за этого, может быть, начались корневые гнили. Но то, что вот и грунт, верхняя часть белая, и какие-то листья обвисают, скорее всего, это некачественный грунт. Его бы выкинуть вам, а в свежий бы пересадить. Если есть возможность, распикируйте в свежий грунт, пересадите в свежий грунт. Вот Наталья Козловская пишет, Оля, сколько у вас сил? Вначале в маленькие стаканы, потом в большие. Я бы так не смогла. Я из ящиков пересаживаюсь сразу в 500-граммовые стаканы. Но я об этом уже говорила. У меня нет возможности сразу высаживать в 500-граммовые стаканы, потому что им не хватит места на стеллажах. Сейчас я буду распикировывать все в 500-граммовые стаканы, потому что первая партия томатов уедет жить уже в теплицу и место на полках освободится. У нас все идет своим чередом и для каждого действия у меня есть практическое обоснование. Я бы, может быть, тоже один раз распикировала в 500-граммовые стаканы. Но, во-первых, места нет, а во-вторых, в маленьких стаканах они развиваются лучше и быстрее, там быстрее и здоровее. Вот корневая система. Вот когда я уже вижу, что в маленьком стаканчике большая корневая система, тогда я только пересаживаю в 500-граммовые стаканы. Тогда уже им под силу будет полкилограмма грунта. В большом объеме, маленький сеянец, он развивается хуже. Это уже специалисты научно доказали, но у меня еще из-за того, что условия такие, что для 500-граммовых стаканов нет места. Все стеллажи заняты. Вот сейчас все забито, ну вот как под завязку, и уже есть, что пикировать томаты, более поздние посевы. Я сижу, не пикирую, жду, когда пройдет 4 дня холода, когда мы выбросим наконец-то вот этот первый ранний посев в теплицу, к ним еще там подселенцев подставим, ну какие уже большенькие, и тогда я начну пикировку, и начну снова на второй ряд занимать все эти полки, стеллажи. Сколько градусов должно быть в теплице? Для каких, смотря, я не поняла, тут написано перцы и баклажаны, ой, видео про перцы и баклажаны, а высаживать я собираюсь томаты, про какие вы сказали, я не знаю, но не меньше 15 градусов, если вы имеете в виду перец и баклажаны, не меньше 15 градусов должен быть показатель температуры. Вот Петр Бабко, ему тоже много текста, но много текста, я вам скажу тоже, что в предыдущем ему щите есть кнопка стоп, вы просто выключаете и все, идете на другой канал, у которого очень коротко и ясно все рассказывают. Так. Вот про редиску уже начали, да, я тоже завтра пойду сеять редис, и вот тут, ну, кто-то говорит с именем, который я не могу прочитать, что они высаживают, высевают в теплицу сразу редис разных сроков созревания. Я это вот делаю наоборот, я сначала сею ранний, потом через какое-то, пошагово, потом через какое-то время сею уже средний, и потом уже, когда в открытый грунт, я сею позднеспелый, чтобы можно было в течение лета делать окрошку, добавлять редиску, а он отпишет или она, что мы сеем сразу разных сроков созревания, ранний съедаем, как раз подходит среднеспелый, потом поздний, сажаю только по краю огорочной грядки в один ряд. Вот я буду тоже по краешку, по краешку сеять завтра редиску, туда, где собралась высаживать томаты, она как раз никому не помешает. Вот пишут, ну все, я пошел рыхлить свою рассаду. Вот опять на земле рассада пошла плесень. Как избавиться от нее? Я всегда посыпаю, припудриваю золой землю. У меня даже есть видео, где я показываю, как я это делаю. Вот тут еще вермикулит, посыпать, как советуют, вермикулит или золу. Еще есть способ, можно каленый песок, прокалить песок, он тоже делает стерильным, вот таким субстанцией, тоже сверху посыпать эту плесень, и она без доступа воздуха, она там сдохнет, а песок сверху останется чистенький. Еще, если у вас золы мало, можно истолочь черный толченый уголь, ой, древесный угол, черный древесный уголь, на котором шашлыки жарим. Я тоже, у меня есть видео, прошлогоднее или позапрошлогоднее, я показывала, прямо в крошку толчем, перемешиваем золой и посыпаем. Он, во-первых, если у вас плесень, значит, у вас было переувлажнение, он, уголь и зола, они оттянут на себя лишнюю влагу, и они же такие, как агрессивная среда, и они сожгут, сожгут эту плесень. Я не знаю, я всегда золой присыпала, идеально, всегда работает хорошо. Так. Вот пишет Елена Абудеева, я на этом, наверное, сейчас и закончу. Ольга, вы очень смелые, а я в этом деле трусиха. У меня были такие опыты, но я для себя сделала вывод, что больше никогда не будут так рано высаживать томаты в теплице. Я хочу именно пояснить по этому комментарию, чтобы некоторые тоже поняли. Работал обогреватель, воздух был теплый, а грунт холодный. От этого у томатов начались хлорозы, они не усваивали питание с грунта, поэтому раньше, чем 25-го, я не высаживала. Вот смотрите, Лен, у меня тоже, я в прошлом году, я уже всем прожужжалась, и уж высаживала 24-го, 25-го, 26-го апреля в ту теплицу, где у меня только инфракрасный обогреватель, грел воздух. А в этом году я делаю высадку раньше только из-за того, что у меня появился подогрев грунта. Это вот первый мой опыт, и только поэтому у меня грунт-то не холодный. Я вот уже сегодня проверяла, уже 12 градусов, уже хоть сегодня бы высаживать, если бы не было 3 дня, впереди очень холодных, там 3-4 дня. Поэтому все правильно, все логически. В ту теплицу, где у меня только воздух обогревается, я буду высаживать 25-го апреля, а вот здесь, где у меня грунт не холодный, где у меня нет угрозы того, что вот они будут сидеть в холодном грунте, здесь я высажу на 3 недели раньше, то есть 28-го, 29-го марта. Поэтому правильно, всему свое время и всему свои условия. Если бы у меня не было вот таких условий, как подогрев грунта, я бы не высаживала. Вот эти люди так достали, которые считают, если я рассказываю что-то, то это болтовня. Надо, наверное, таких, как сказать, блокировать, чтобы не отбивали охоту мне рассказывать и дальше. Рассказываешь, все объясняешь, с учетом на то, что есть люди, которые вообще не понимают, ну как, только начали, ничего не знают, не понимают. Вот Нина, а я прочитала Жабович, Жабрович, Жабович больше мне нравится, Нина Жабрович написала, но одна болтовня, неужели нельзя сказать быстро, одно и то же, ну значит вам это не надо. Сейчас я ее буду убирать, блокировать. Моя семья пишет, смотрю на ваш снег и завидую, мы в этом году остались без снега и зимы. Снег на ваших роликах только видим. Так. Ну все, на этом будем прощаться, потому что, вот, сейчас буду заниматься важным делом, убирать Нину Жабрович. Вообще, как, ну я не знаю, но это бесполезно, конечно, говорить, если тебе что-то не понравилось, ну ты просто не включай и все, обязательно надо сесть написать, что это болтовня, что нужно говорить быстро. Я под одного зрителя не могу подстраиваться. Если вам надо быстро, идите на быстрый канал. Все, до свидания. Желаю и вам, и себе, чтобы на канале собирались только такие добродушные, настроенные, оптимистические люди. Даже, я понимаю, что аудитория большая, но невозможно, сняв один ролик, угодить всем, и молодым, и старым, и опытным, и начинающим. Ну неужели нельзя быть лояльнее к друг другу? Вы подумайте о новичках, которым это болтовня, как они пишут, как дождик в жаркую погоду, они ловят каждый совет, каждое слово, ну а если вам не нравится, значит вы не с нашего огорода. Все, до свидания. Желаю всем, чтобы вам встречались на пути очень лояльно к вам настроенные люди, чтобы даже если им что-то не нравится, они вот так вот не ходили, с иголками не тыкали в вас. Ну меня-то это не сильно, я сейчас расстроилась, через 5 минут уже я забуду, сейчас пойду вон прорыхливать томаты, буду вдыхать их аромат, ждать весну, и радоваться жизни. Ну а Нина пусть идет на другой канал. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok